всем здорово мы в челябинске на чемпионате россии весеннем 2022 года ну прям нарядно нарядное место для регистрации тут же будет и банкет такого симпатичного места даже не припомню если честно и просторного в этом огромный плюс потому что когда вот начинается регистрации бардак долгое ожидание выход из регламента давка когда душно негде встать очень сразу морально тяжело и как-то настрой чуть-чуть портится я только приехал начало дня по только начало регистрации 40 минут назад было как все выглядит очень здорово очень дружно очень мирно я конечно же рассчитываю на то что мы сможем увидеть ребят с категории 100 и 100 плюс это самое интересное наверное не менее интересно кто же доехал кто будет претендентами на чемпионство россии и ну сразу наверное да прямо с хода сообщаю вам что днис бажанов не приехал грусть тоска вселенская печаль кстати тоска по моему тоска есть только у русских да там у иностранцев слово грусть вот тоски тоски нету а вот у дениса бажанова на есть и конечно надеюсь есть цель следующему сезону следующему сезону улучшится и уже безоговорочно победить такая цель у каждого спортсмена чуть вернусь в прошлое скажу что действительно у дениса была действительно была у дениса отличная форма есть явные места на которые можно работать чтобы стать лучше об остальном судить вам я читал ваши комментарии и ваше мнение очень серьезно разделились по его поводу но на россии мы уже его сравнений не увидим будет за остальными ребятами кто добрался кто доберется мы еще не знаем кто покажет какую форму мы увидим и это будет очень интересно друзья мои на самом деле очень приятно многие подходят спрашивают как здоровье у рома халиулина вам надо тоже интересно поэтому отвечу всем вам сразу дал так мы с вами можем общаться через экран вашего вашего чего-то там во что вы смотрите меня в общем кроме провели операцию он уже дома говорит болит сильно болит сильно он практически постоянно лежит терапию мы проводим ну прям максимально мощную после можно придумать что можно что-либо применять для ускоренного восстановления после операции проведенной роману мы все применяем все применяем все кушаем все полем и так далее все что возможно естественно друзья моя мне кажется этого человека вижу просто часто днис кьюсон кто не помнит или может кто не знает создатель более более того подождите покажу смотрите ну понимаете вот вот так вот так как я подойду врачи что говорят врачи что приступить к тренировкам роман сморо через полгода через шесть месяцев на самом деле это не от того что на самом деле так все плохо это стандартная рекомендация то же самое говорили мне как помните у меня был была оторвана полностью правая грудная но рекомендации одно жизнь располагает мы хотим мы где-то идем за грань доступного возвращаться к тренировкам тяжелым можно через полгода после подобных операций но лично я ровно через полгода стал серебряным призером шандронен классик на 28 день после операции когда они пришли грудь я смог повернуть рукой во всю амплитуду на 32 день я уже отжимался от пола плюс конечно же не глубоко не в полную амплитуду 14 раз я отжался и постепенно там начал уже двигаться в сторону такого тренировочного процесса после начал готовиться не но еще смог поднабрать компенсировать вес потерянный после операции и после лихорадки после уже диета сушка и тренировки на сушке и сцена в общем получилось получилось у меня и я уверен получится у ромы и более того скажу что еще в день операции утром я написал роли программу тренировок на все тело наверх тела плюс на ягодичные потому что еще то ногу ему не пришили и она была без гипса и я решил что можно хотя бы хотеть ягодицы пока нога оторванная уже то не будет но не успел доехать до тренировки сейчас него есть полный план и только он сможет ходить он отправится в зал упражнение в том конечно сидя с опорой грудно на грудь там же в тяговых движениях в общем все для того чтобы начать тренировать корпус не создавая дополнительные нагрузки на ногу и если реабилитация будет более тяжелая чем я ожидаю то в любом случае я уже предложил роману я думаю что ввиду того что ромка мужик ромка стоящий настоящий воин бодибилдинга в отличие от сопляжуев которые у нас бывают начинают там переживать бояться чем-то недовольны он просто делая он занимает наивысшие ступени олимпа получая золотые медали бит он остается за пределами оценки судей да как было например в элеканты но никогда не сдается в общем я стал роми что если что мы выйдем по профессионалам в шортах номинации man's physique поэтому в любом случае будем отсматривать про турниры на которые можно будет поехать естественно про турниры с квалификации где мог бы участвовать я рассматриваю я регион вьетнам таиланд индия вот в ту сторону это необходимо мне и по работе и я думаю там будет наиболее лояльное точнее лояльное наиболее справедливое отношение судей к нашим спортсменам поэтому если здоровье позволит ромка будет выступать уже в этом соревновательном сезоне я тоже начинаю свою подготовку поэтому можно будет последить и за этим безумие отвага это наш виз и Минут 15 назад я сказал, что все прикольно, и вроде бы не шумно, ни давки нет, то есть такое, да, это все так и есть, реально нету давки, все вроде так спокойненько, но, по ходу дела, кроме пары человек, никто не читал регламент, то есть должны были быть тяжелые билдеры, мы ради них приехали, чтобы это все снять, вам показать, в итоге их нет ни одного, они просто забили дружненько пиписюлю свою, вот, а нет, один шепелюк, вот я видел, из крупных людей, только шепелюка. Где все остальные, я понятия не имею, должны были быть они к часу дня, в общем, пришли все, кто попал, регистрация никакая, на сцене вот сейчас всего три человека, которых собрали из разных категорий постоять, то есть линеечек не будет, я так понимаю, вот почему-то такой важный момент организационный, как регистрация, да и медийно важная составляющая, показать ребят, показать форму, все же следят заранее, ведь многие атлеты, они же начинают, тут у них кукушка съезжает, я не должен полить форму, я буду ходить везде в мешке от картошки, чтобы никто не видел, какая у меня форма, то есть, ребятам интересно следить, как люди меняются, как можно измениться за пару дней, даже мне интересно посмотреть заранее, какие-то свои вот мысли, да, по расстановке мест появляются, почему об этом не думают, при том, что уж я думал, я думал, что в Челябинске будет топчик, у организации, потому что президент такой очень большой любовью относится к бодибилдингу, но видимо классически, по нашему федеративному закону регистрацию нужно, ну хотя бы среди конца, но не довести до конца до ума, хотя еще раз, удобно, чисто, комфортно, недушно, это здорово, но ведь прикольно, когда ребят вызывают, сравнить заранее, и для них фотографии заранее, я надеюсь, что следующий чемпионат России, который будет в Москве, что учтут все и постараются в столице, куда я думаю, очень многие поедут, объясню, почему поедут многие, на мой взгляд, в Москву удобно лететь и возможно лететь к любому городу России, то есть в Челябинске нужно приехать, многим там, знаете, кто с юга России, они по-любому сюда фигачились сумасшедшими пересадками, сначала там типа из Краснодара, на поезде в Сочи, в Москву, с Москвы сюда, такое себе приключение, естественно, когда об этом жалуются, я говорю, ребята, то, что вам показалось тяжело, это херня, когда я выступал на Филиппинах, я летел из Питера в Москву, из Москвы в Китай, из Китая на Филиппины, суммарно в воздухе только часа 22 примерно, а дорога заняла около 40 часов, вот, и еще и джетлаг по времени, разница, часов то ли 10, то ли 12, в общем, не самое сложное прийти сюда, но в любом случае, в Москве, я уверен, будет народа много, я прям очень надеюсь, что будет крутое, крутое место проведения, будет четкая регистрация, регламентная, вот прям, чтобы все было здорово, очень бы этого хотелось, максимально вошел, потому что будете смеяться, но я в определенной мере чувствую виток вверх по развитию интереса на фитнесу бодибилдингу, было бы круто вернуть времена, там, 15-го, 16-го года, кто такой же старенький, как я, все помнят, что такое было, фитнес, а тут регламент нарушен, опять бардак, и нормально все не снять, и я негодую, знаете, ребята, что отличает еще чемпионов, ну, и вообще чемпионами людей делает, это определенная возможность жить по режиму, всегда какие-то аскезы, правила, тренироваться, питаться, вот посмотрите, кто пришел на регистрацию, ну, практически вовремя, да, как было написано, всем здрасте, да, вот, вот понимаете, почему он чемпион, потому что он хотя бы регламент прочитать способен, у него вот голова работает, спасибо тебе огромное, ты будешь регистрироваться, позволишь нам форму твою снять, да, 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 конечно, только свист, но он появится, хорошо, хорошо, спасибо большое, ну, это же здорово, на самом деле очень приятный парень, он максимально позитивный, такое ощущение, что он, это, где-то подъедает сахарок постоянно, ну, шучу, нет, действительно, то есть, вот в любом моменте, сколько раз мы не подходили, не здоровались, он всегда очень приветлив, и, ну, как-то располагает, это круто, и ждем остальных, кто будет второй, молодец, нет, второй, молодец он, все-таки Шепелюк тоже уже здесь, вот, больше никого пока, я вот, а, а, чемпион Москвы, верно, чемпион Москвы уже тоже здесь, они молодцы, они пришли в сборную, они тут сфоткались на сцене красиво, они, знаете, как делали сейчас все, они вот так вот делали пальчики, когда фотографировались, и типа буквка М получалась, вот прямо, молодцы, патриотично, в костюмчиках все в одинаковых, нарядно, мне, на самом деле, это очень нравится, и мне кажется, какой-то командный дух, он тоже влияет очень позитивно, в целом, на спортивную составляющую, это очень радует, вот, когда сборную России, допустят, обратно, опять же, выступать под флагами, да, то есть все можно будет с флагом, с гербом, там, с символикой, в общем, мы сделаем для сборной России, для первого состава, комплекты одежды, причем не вот этот вот хлам, в котором у нас ходит наша сборная сейчас, просто позорище, уебищно, сшитое кривыми руками из дерьма, не знаю, где его нашли, но, блядь, у нас могут, вот, сделаем прям крутые костюмы по размерам, с офигенных тканей, с крутыми лекалами, а для девочек, мало того, будем делать не простые хбшки, мы сделаем для девчонок фирменные, фирменные, не в смысле, нашим брендам, а именно брендированные сборной леггинсы, топы, потому что девчонки у нас стройные, красивые, чтобы все изначально прям видели, чтобы приехали чемпионки, потому что, как вы знаете, наши девочки собирают обычно все золото, которое есть на Европе и на мире, поэтому сейчас у всех иностранок праздник, что наши не приедут, вот, в общем, как только будут наши флаги допущены к международным турнирам, мы сделаем в нашей сборной форму, а пока нас не допускают, я бы под серым флагом, на самом деле, наверное, даже не ездил, пусть они там, блядь, без нас страдают, у нас лучше какую-нибудь коммерцию сделать дополнительную, и ребята выступят, и деньги получат, короче, я тут ржал, на аккаунте Федерации бодибилдингов выложили пост о том, что нашим атлетам можно участвовать в ЮАР, в Африке на турнире Арнольд Пластик, блядь, и написано, легендарный турнир, кто-нибудь из вас когда-нибудь слышал про Арнольд Пластик в Африке, и что это престижно там выступать, у нас тот, кто оформляет аккаунт ФББР, у нас Федерации бодибилдинга, периодически, конечно, оформляет, ну просто как-то безумно, ну, сделали бы просто новость, можно ехать в Африку выступить, кто хочет Арнольд Пластик, легендарный, блядь, легендарнее некуда, конечно, европейский Арнольд Пластик, Испания-то в Мадриде дно, ну давайте откровенно, у Сан-Тольфиц до турнира, но уж в Африке, наверное, будет вообще космос, Айвиби в Африке. Скажите примеры. Я вообще поржал, не удержался, естественно, оставил комментарий, но как обычно, наверняка, мы комментарии уже удалили, потому что обычно с аккаунта Федерации все мои комментарии удаляют, как это, нарушающий душевный покой кого-то, кому они не нравятся. Я, в общем, посмеялся, мне кажется, не стоит двигаться, либо, ну, если хочется, нужно ехать, я бы попросил нашего руководства Федерации, написать в европейскую Абб, что раз вы такие там охуевшие, и нас на Европу не допускаете, и вы хотите увидеть наших спортсменов на Арнольде, давайте-ка наша сборная России не будет платить вам взносы. Пошли-ка вы нахуй. Потому что я когда увидел, в каких отелях на 25 мира наши сборники за очень дорогие деньги отели дерьмо, просто в карман с Антохи все это летит, ну, до организации. Я не против, чтобы люди зарабатывали, ну, хотя пусть они предоставляют за это хорошие условия, хороший сервис, хорошие номера. То есть за эти бабки можно было круто отдохнуть в Испании. А там какая-то просто была, ну, отель-помойка. В общем, дядя Саша напишет в Сантохи, пусть снижает для сборной России все взносы на турниры за границей в два раза. Я думаю, что он не откажется. Потому что все равно наша сборная ведет очень большие суммы для Айбби. Надеюсь, всех обидел своими словами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Можно увезти человека из Ленинграда, но Ленинград из человека увезти нельзя. В общем, в общем, мы сколько сидим, прошло часа четыре, билдеров нет, я уже голодный, до жути, в общем, шавуха. Шавуха приехала, какая-то она худенькая, поэтому не зря я взял еще пирог с мясом и картошкой. Ну вот, ну что, время обеда. Причем, я практически уверен, что вы смотрите этот ролик тоже во время еды, поэтому чин-чин. не умеют делать, нет, сухая. Лаваша самая, да? Ну, лаваша норм. В Питере умеют делать шавуху. Прям вот, сколько бы где ни заказывал, ну, сюда плюс-минус ничего. это прям просто суховато. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я бы очень хотел его увидеть в ринейке с ребятами. Я бы очень хотел увидеть, как могла бы измениться форма сегодня ко дню выхода. Мне интересно это лично. Знаете, такой момент есть, да? Очень стоит в этой жизни поступать, как-то к людям относиться так, как вы относились к тебе. Вот я хочу это увидеть. Мне кажется, может быть, интересно кому-то еще. Вот поэтому хотел сказать вам. Огромное спасибо всем ребятам, которые вышли. И, конечно, получилось перемешку категории. Вы многих ребят знаете, спортсменов. И пишите, как вы думаете, кто же станет чемпионом России. На самом деле, хотелось бы сделать какой-нибудь конкурс или подарок тем, кто угадает. Но технически это очень сложно. Поэтому, 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 поэтому. Легче поэтому. Мы подумаем и в следующем выпуске какой-нибудь ништяк для вас сделаем. Вот. Так, ладно. В общем, не захотел Серега выходить. Ну, его право. На самом-то деле. Хотя, я уже стал своей мыслью. Надо, чтобы все выходили. Это было бы очень здорово. Либо, чтобы вообще никто не выходил. Одним потоком все регистрировались. Не тратили свое время. Не ждали друг друга. Ну, как это? Была бы тогда справедливость. Да? Потому что вот в BBB сравнивают, показывают линеечки. А в NPC там все в кашу, в перемешку идут. Никто не форму не показывает. Даже соревновательный костюм не всегда обязательно. Повезся ты в лес, рост замерил и иди гуляй дальше. Вы все помните мои регистрации на турнирах. Ну, что? Ну, что, что, что? Ну, может быть, мы бикини вам снимем еще. Потому что, ну, как же. Как же без основного контента для получения от вас лайков. Ждем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что, друзья, стойка. Уже 8 вечера. Мы тут с часа с Лехой сидим. Для вас отработали. Еще, конечно, колонна. Колонна девчонок стоит. Но думаю, что без нас тут разберутся. Мы потихонечку сворачиваемся. Леха поехал для вас монтировать. Я поехал для вас высыпаться. Чтобы я был бодрым, свежим. И не настолько уродливым, как когда я не бодрый и не свежий. Конечно, проработает не сильно, но хоть чуть лучше. В общем, вы посмотрели? Пишите в комментах, кто выиграет. Вот. Вообще, в целом. Ну, что-нибудь. За кого вы болеете? Все. До завтра.